Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божие. Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания, книги Бытия на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Солодков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета. Мы с вами рассмотрели 14 глав включительно и сегодня приступаем к 15 главе. После сих происшествий, то есть говорится о происшествиях, о которых мы говорили с вами в 14 главе, когда Мелхиседек встретил Авраама после того, как он освободил своего племянника Лота из плена, вынес ему прообраз святого причастия хлеб и вино. Авраам заплатил ему десятину. Дальше царь Содомский Ингоморский как бы говорит, возьми у меня контрибуцию за освобождение. Но Авраам не хочет ничего иметь общего с этим развращенным миром и говорит, даже нитки не возьму у тебя, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. И мы с вами завершили словами апостола Павла, который нас предупреждает и говорит, не будьте никому ничем должны, кроме взаимной любви. И вот 15 глава так и начинается. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Здесь Господь, как бы так скажем, подбадривает Авраама. Он, в общем-то, отказался от серьезного денежного вознаграждения. Поэтому он говорит, не бойся, все ты сделал правильно. Бог его как бы утверждает, что все твои действия и все, что ты сделал по отношению к Милхиседеку и к Содомскому и Гоморскому царю, эти действия все верны. И говорит, что я щит твой. То есть он говорит, что я буду оберегать тебя. Авраам сказал, владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска. Мы видим, что Авраам помнит то обещание, которое Бог дал ему, когда он вышел из Ура Халдейского. Единственное, впрочем, обещание, что я размножу тебя, и у тебя будет потомство. Далее в третьем стихе сказано, и сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство. То есть вот именно об этом идет речь. И вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа. К нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их, и сказал ему, столько будет у тебя потомков. Что означают эти слова? И вывел его вон. Вот тоже святитель Амбрусим Диоланский пишет по этому поводу следующее. Так он и задает этот вопрос, комментируя этот текст Священного Писания. Что означают слова «вывел его вон»? Пророк выводится как бы вон, чтобы он вышел из тела и увидел ограниченность, покрывающая его плоти. И словно некое сошествие Духа Святаго. И нам тоже следует выйти из этой ограниченности нашего телесного пристанища. «Очистить жилище нашей души от всякой нечистоты и извергнуть скверну неприязни, если мы хотим получить Дух мудрости, потому что в лукавую душу не войдет премудрость». Авраам уверовал, не прельстившись золотом и серебром, но уверовал сердцем в праведность. «Тот, чья заслуга была проверена, тот получил и награду». Конец цитаты. То есть мы видим, что Амбруси Меделандский здесь пишет, что Бог, Он всегда испытывает нас. Испытывает нас, как мы поведем в той или иной ситуации. Я вот неоднократно об этом говорил, но мне всегда вспоминается этот случай. Когда мы были на Святой горе Афон, то в нашем Пантелимонном монастыре нас один монах провел, увидел, что он спросил, вы из Москвы. Мы говорим, да, ну пойдемте, я вам покажу пирас. Пантелимоном, когда мы были пирас, мы говорим, да, давайте я вам все расскажу. И вот один из паломников, который был в нашей группе, то он спросил, вот вы говорите, молиться, молиться, но почему Бог не откликается на наши молитвы? И тогда он сказал удивительные этот монах слова. Он говорит, Бог разговаривает с нами обстоятельствами жизни. Действительно, это так. Мы слишком невнимательно бываем к своей жизни. Мы думаем, что происходит как-то случайно, все происходит по воле каких-то совпадений. Но на самом деле, как сказано любящим Бога, все содействует ко благу. Бог всегда людям, которые надеются на Него, которые свой день начинают с молитвы, всегда промыслом своим, как и здесь сказано, я считываю, оберегает человека. Ну вот здесь, говорит Амбросий Меделандский, что эти слова означают выйди вон, это значит избавиться от всего того, призывает нас, что не соответствует духу Священного Писания и духу Церкви. Чтобы это проверить, конечно, необходимо, как говорит апостол Павел, не сообразоваться с веком этим, а преобразоваться обновлением ума, чтобы нам начать познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Поэтому, действительно, как и тогда, в отношениях между Богом, Авраамом и всего сообщества, всего народа израильского, который он ведет в землю Ханаанскую, были доверия между ним и Богом, между народом, который Авраам ведет в прообраз Царствия Божия. И в этом смысле, конечно, нельзя сохранять одновременно мирское управление в Церкви и возвещать устно и письменно духовное учение, потому что в таком случае вся наша проповедь лишится силы, теряя своих духовных качеств и саму свою сущность. Церковь — это не организация благочестивых людей, располагающая литургическими средствами для душевных нуж верующих или богословием для решения метафизических проблем и загадок. Церковь — это скиния, согласно книге Откровения, как сказано в Откровении 21.3, что церковь — это скиния Бога с человеками. Она сама есть то стадо, в то же время ширное небес. Она ничем не объемлется, но сама объемлит историю и творение. И в этом смысле богословские школы, которые есть и у нас, — это не софийские аэреопаги, а богословие — не область философии, где имеют место гипотезы, системы и теории, и любой может говорить все, что ему вздумается, защищать любую точку зрения. Православное богословие не выдвигает никаких предположений. Оно свидетельствует. Богословие — это не противостояние доводов и аргументов в поисках истины, но исповедание веры. Поэтому Авраам был настоящим исповедником веры. Настоящим исповедником веры и мужем веры. Так и будет сказано, что и поверил, 6 стих, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вера — это не абстрактное состояние, не абстрактное личное понимание Бога. Оно имеет свое содержание и полноту в учении церкви. Такое точное исповедание веры Авраамом порождало в нем любовь к Богу и сделало его способным любви к ближнему освободить, как мы помним, из плена илота и освободить его из плена пороков и страстей. Прежде всего, в своей христианской жизни будем стремиться в этом служении Богу и ближнему. Продолжая Аврааму и его вере. Далее мы с вами читаем интереснейшие здесь слова, которые содержатся в 10 и 11 стихе. Они о том, как Авраам снова творит благодарственный молебен, снова создает жертвенник и приносит жертвы животных, которые всегда указывают на прообраз Христа, если это агнец, если это голубь, на прообраз Святого Духа, который в день Богоявления явился и указал на Христа. Вот здесь сказано, взял, рассек их пополам и положи одну часть против другой, только птиц не рассек. И далее налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Что это за птицы, которые навлетели на жертву? Почему Авраам их отгонял? Здесь есть два истолкования и два понимания этого текста. Но первое понимание, согласно синодальному переводу, где сказано «отгонял», действительно, это греческое слово, которое «отгонял» можно перевести по-разному. Например, можно сказать «отгонял», а с другой стороны можно сказать, что «и сели рядом». Есть и такое истолкование. То есть «быть рядом» и «отгонять» и «быть рядом». Такое противоречивое слово. И наши вот синодалы, когда делали этот перевод, а я напомню, что этот перевод делался четырьмя духовными академиями, Казанской, Санкт-Петербургской, Киевской, Московской, они решили именно перевести так. Но и то, и то, в общем-то, имеет свое здесь очень важное понимание и значение. Когда мы читаем «отцов», нам иногда кажется в том или ином комментарии, что есть противоречие. Но если мы, по слову апостола Павла, который пишет «вникай в себя, и в учении этим себя спасешь и слушающих тебя», если мы действительно будем вникать, то мы увидим, что противоречия нет, а наоборот, есть такая вот многогранность и некое дополнение, и такая объемность смыслов того или иного стиха. Поэтому, если мы здесь будем согласимся, так как переведен, действительно, что и налетели синодалами на трупы, имеется в виду, кто делал синодальный перевод, да, и налетели на трупы хищные птицы, но Рам отгонял, то есть если слово «отгонял» мы оставим, то, в принципе, есть истолкование. Также у отцов, которые понимали это слово так же, что «отгонял», это прообраз того, что Христос здесь есть умерший за нас, то есть вознесший тело свое на крест, умертвивший на кресте наши грехи. Поэтому он здесь, говорится, как вот мертвый труп. И также здесь это и прообраз тела и крови Христова. Так видит святитель Иоанн Златоуст и говорит, что Авраам отгонял. То есть здесь исполняются как бы слова апостола Павла. Будем помнить, что Ветхий Завет — это детоводитель ко Христу, и все образы, которые были там, они исполнились точно в Ветхом Завете. Но здесь это всего лишь образы и прообразы. Апостол Павел так и предупреждает, если это тело и кровь Христова, и Авраам отгоняет от этой жертвы, которую он приносит, а жертва — это всегда прообраз Христа, то апостол Павел так и говорит, кто вкушает тело и крови Христова, не рассуждая, некоторые из вас, говорят, болеют, а другие даже умирают. Поэтому люди иногда подходят к причастию. Когда я вижу это в воскресный день, в праздничной литургии, и иногда священник спрашивает, вы исповедовались? Человек говорит, нет. Тогда он говорит, пожалуйста, давайте в следующий раз подготовимся. И некоторые люди обижаются. Но я скажу, обижаться не надо, потому что священник ответственен за то, что насколько человек, вот как Авраам сначала, мы видим, он вышел вон, то есть он как бы избавился от того состояния, скажем так, греховного. Это прообраз для нас и урок для нас. И теперь он приступает к жертве, и теперь он ее приносит. Так и нам необходимо освободиться в покаянии от прежних грехов, в исповеди, а потом уже приступать к святому причастию. И здесь мы видим, что Авраам отгоняет тех. Также, вот, например, другие отцы церкви пишут, что это относится и к еретикам, люди, которые не могут быть с нами в евхаристическом общении, поэтому они тоже отгоняются от этого евхаристического общения, еретики и раскольники. Но есть и другой смысл у этого стиха. Например, можно перевести, как я сказал, это слово уже сел. Да, Авраам сел вместе с ними, а не отгонял. Это противоположное понятие. Вот, например, и в церковнославянском переводе Библии тоже есть и стоит это слово «сиде близу их Авраам». То есть не отгонял, а сиде. Такое вот действительно бывает такое слово противоречивое, противоречивое, которое переводит и так, и иначе. Поэтому здесь действительно можно сказать, если по поводу принять, что Авраам сел, это говорит о том, что Авраам как бы приглашает всех к вечере Господней, к таинству Христову. И мы с вами говорили уже об этом, как и сказано, как Христос говорит, кто не будет причаться тела и крови, тот и не войдет, если уже говорить такими обычными словами, не войдет в Царствие Божие. Он говорит, я есмь хлеб, шедший с небес, и сей есть кровь мая, и сей есть плоть мая. Поэтому здесь Авраам как бы призывает, здесь призывает этими словами праведников, для того, чтобы они сели и наследовали царство вместе с ним. А птицы – это то, что в Священном Писании Господь Иисус Христос цитирует, можно процитировать, Он сказал Евангелие от Матфея, 24 глава, 28 стих. Он же сказал им, где труп, то есть тело, сомата, там стоит греческое слово, там соберутся орлы. То есть он приводит как бы вот этот прообраз, который здесь произошел в Авраам. И так можно рассмотреть. Некоторые отцы говорят, что отгонять. И вот сам Христос все-таки подтверждает именно это. Да, о чем я говорю, что именно здесь Он же сказал им, где труп, то есть тело, сомата, там соберутся орлы. То есть где Христос, где будет Он, там будут и те, кто соединился здесь с Ним в таинствах церковных, те будут с Ним и в Царстве Божьем. Но не все, конечно же, кто соединился автоматически, а то, как говорится, кто достойно. Вот преподобный Иоанн Кронштадтский так и писал в одном из своих духовных чах. Ты здесь причащаешься, а на небе и нет. На небе нет. Почему такое происходит? Потому что он и замечал так дальше, что он преподобный Иоанн Кронштадтский говорил, потому что беспокаянное состояние, потому что ты не понимаешь, ты это делаешь как бы механически. Вот пришел, причастился, но причастие — это же не магизм. И в этом смысле здесь необходим дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, которое Бог не уничижит. Будем аккуратно подходить к таинствам церкви. Конечно, нельзя их рассматривать как некий магизм, но тем не менее, без таинств церкви, это как бы другая уже сторона, как мы подходим, но без таинств церкви, которые Христос установил здесь на земле, спасение, в общем-то, под большим и большим вопросом. Если Христос дал доступ, и Он говорит, это доступ ко Христу, святые таинства, то как бы из этого доступа люди могут обретать спасение, неизвестно. Ну, есть много сторонников, которые говорят по этому поводу, что, ну, Бог милосерд, неужели Он не спасет всех, надо сказать. Здесь следующее. Не наше дело рассуждать о том, кто спасется. Наше дело нужно говорить о том, где человек спасается в церкви и как. Посредством условий, которые Христос дал здесь, это таинство. Если мы начнем рассуждать, кто спасется, а кто не спасется, мы поставим себя на место Христа, потому что Ему отданы все суды Божии. А на место Христа хочет поставить себя кто? Известно кто. Подделка под Христа, антихрист. Ну, что в этом смысле, я помню, как у, по-моему, Амросия Оптинского спрашивали, можно спастись в католичестве. Он говорил так, я не знаю, спасутся ли католики. Да, у него спрашивали, могут спасутся ли католики. Он говорит, я не знаю, спасутся ли католики. Но я, говорит, в католичестве точно не спасусь. В этом смысле очень мудрый ответ. Нужно нам следить за тем, где спасаться и как, а не кто. Поэтому блаженный Фефилак так и пишет, цитата, «И как на труп тот час слетаются хищные орлы, так туда, где будет Христос, придут все святые, парящие на высоте добродетелей. Они, подобно орлам, вознесутся на облака. Под трупом здесь, разумеется, Христос, так как он умер». И свидетель Иоанн Златоуст пишет следующее в заключении, цитата, «Но нам, если будем внимательны, обещано гораздо большее. Такое, что может далеко превзойти всякое человеческое понимание. Только будем веровать в силу обещающего, чтобы и оправдание приобрести от веры и получить обещанные блага. То, что нам в особенности обещано, превышает всякий человеческий разум и превосходит всякое рассуждение. Настолько велико обещание Божие». Итак, мы видим, что здесь удивительный этот прообраз, опять же, прообраз Евхаристии, который, в отличие от 14 главы, где Мелхиситек виносит прообраз хлеб и вино, прообраз святой Евхаристии, здесь уже говорится в такой перспективе, что где труп, то есть где Христос, где кто принимает его в смерть и воскресенье, и там соберутся и орлы. А где сейчас Христос? Это мы знаем и из нашего исповедания веры. Это символа веры, вознешенной на небеса, и сидящей одесной Отца. Ипаки, грядущего со славой, судить живым мертвым, и мир царств не будет конца. Христос сейчас находится в преображенном человеческом естестве, одесную Бога Отца. Туда он возведет тех, кто уверовал в него, кто с искренней верой, старается с чистой душою подходить к таинствам и соединяться с ним здесь, для того, чтобы быть с ним в вечности, которая начинается в нашем храмах. Это некие такие островки вечности на земле. И чтобы она не закончилась здесь, для этого есть таинства. Будем приступать к ним достойно, насколько это возможно, очищая внутреннее свое состояние в покаянии.